Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Вайнер, я куратор конкурса социальной рекламы некоммерческих организаций, социальных предприятий рекламы будущего. И хочу вам представить три ролика, посвященные такой теме, как команда, команда образования, управления, развития команды и некоммерческой организации. И третий ролик очень разный. Первый ролик посвящен не просто это ролик, это целое кино, которое было показано по первому каналу, а мы сейчас посмотрим ролик к этому фильму, трейлер, который как раз раскрывает то, как внутри команды некоммерческой организации, в данном случае инклюзивного театра, выстраиваются отношения между участниками и сотрудниками этого театра. И это очень душевная история, и вот важно как раз и на себя тоже, и на свое организацию иногда посмотреть с этой стороны, насколько комфортно, насколько учитываются условия для каждого из сотрудников, и как действительно, что мы делаем для того, чтобы появилась команда внутри нашего коллектива. Второй ролик посвящен той теме, которая сейчас нас объединяет очень многих, это тема, которая позволяет говорить спасибо врачам, именно под этим хэштегом, спасибо врачам. Благотворительный фонд созидания объединяет людей, в первую очередь, именно свою команду, своих сторонников и еще многие-многие тысячи людей под этими словами. Как это сделано, вы тоже увидите сейчас во втором ролике. И третий ролик, который идет под девизом «Если не будет фондов», показывает уже то, что иногда необходимо для того, чтобы все люди объединялись и внутри команды, и вокруг команды некоммерческой организации Благотворительного фонда, в данном случае Благотворительный фонд «Настенька», и вокруг, объединяя сторонников, и еще шире, объединяя сторонников, друзей, фанатов, известных людей, которые поддерживают эту идею. И все эти вот разные совершенно ролики, которые вы сейчас увидите, их объединяет то, что они построены на том, чтобы действительно формировать такую устойчивую, позитивную и крепкую связь между людьми. И эта связь выстраивает, как раз создает такой вот, наверное, как-то системообразующий такой вот стержень жизни общества. Это как раз некоммерческие организации и социальные предприятия. Приятного просмотра! Я желаю вам удачи и приглашаю вместе сейчас посмотреть на эти три видео, а также их можно еще увидеть и на сайте «Реклама будущего». Они там выложены, за них можно также проголосовать и почитать более подробно о каждом из этих роликов. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Ребята какие-то немного странные какие-то. Стас Мельяевский Стас Погнал Ах, чёрт! Григорий Малья, привет, Кринская У меня для вас очень-очень важные новости. Нас пригласили со спектаклем приехать в Женеву и выступить там во Дворце нации ООН. Когда я волнуюсь, я прячусь и каменею. Маша, пожалуйста, просто сделай один шаг. Я не могу. Давай я сейчас выйду и всем скажу, что из-за тебя спектакля не будет. Давай? Я этого не переживаю. Всё началось разваливаться на глазах. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, наша жизнь сильно изменилась. И когда эпидемия коронавируса только началась, нам казалось, что она не коснётся нас, потому что всё это где-то очень далеко. Но сегодня мы переживаем не самые лёгкие времена. Самоизоляция. Это слово войдёт в историю. Мы поняли, что мы более уязвимы, чем мы думали. Маленький вирус в одночасье закрыл границы и вёл карантин по всему миру. Никому из нас не доводилось с этим сталкиваться. Пандемия перевернула нашу жизнь. Закрываются целые компании, а рядовые граждане теряют работу и источник заработка. Тяжело всем. Очень многие проблемы в нашей стране решают благодворительные организации. Ни государство, ни бизнес эти сферы не поддерживают. И сейчас фондам так же тяжело, как и всем. Если не будет фондов, то никто не сможет позаботиться о детях и взрослых людях, которые сами не могут справиться со своей бедой. Им нужна наша помощь. Друзья, если фонды не выживут, дети с онкологическими заболеваниями не смогут вовремя получить лекарства. Я уже не говорю о каких-то очень серьёзных операциях. Обратите на это внимание, пожалуйста. Если не будет фондов, то дорогие лекарства для детей будет просто некого купить. Цены таковы, что у обычных людей денег столько нет. Самое неприятное в этой ситуации то, что закрыты границы. И многие дети из других стран не могут получить помощь в России, так же, как и наши российские дети тоже не могут получить помощь за границей. Мы разъединены. Но это временно. Карантин обязательно закончится. Если не будет фондов, то дети не попадут на лечение никогда. Чужих детей не бывает. Давайте помогать всем детям. И не важно, откуда они родом. Дети не должны болеть. Если фондов не будет, они не смогут оказывать помощь всеми тяжело больных детей. Оплачивать квартиры, проезд, покупать еду, одежду и игрушки детям. Если не будет фондов, то мамы тяжело больных детей останутся один на один со своей бедой. Самое страшное для родителей, когда их ребёнок болен. Деткам я желаю скорейшего выздоровления, терпения, сил их родителям. И я хочу, чтобы вы знали, вы не одни. Мы вместе. Друзья, поддерживайте фонды. Поддерживайте детей и их мам. Дети в беде не должны оставаться одни. Давайте помогать вместе. Спасибо вам, врачи, за то, что вы спасаете жизнь людей. Спасибо вам за ваш самоотверженный труд, за смелость. Спасибо за всё, что вы делаете для нас. А мы постараемся для вас и для нас оставаться дома. Спасибо. Спасибо, врачам. Спасибо, врачам. Ура! Спасибо. Спасибо, врачи. Спасибо, врачам. Спасибо, врачи. Спасибо, врачам. Спасибо вам. Спасибо, врачи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok